Всем привет дорогие друзья! Превращение Samsung в Hewlett Packard произошло Теперь мы пожинаем первые плоды На обзоре картридж HP 106A В этом видео мы будем его разбирать, чистить и заправлять Очень важно, прежде чем приступить к заправке, нужно разобраться с чипом На Алиэкспрессе на данный момент чипов пока нет По России продажи чипов я тоже не нашел Видел, что продают в Украине на одном из сайтов, ценник порядка 250 гривен Прошивок на аппарат на данный момент тоже нет, но вроде люди работают Ожидаем В этом видео мы разберем разборку и заправку картриджа Также сравним некоторые моменты с Samsung со 104 картриджем И проверять HP 106 картридж я буду также на аппарате Samsung Картридж HP практически 100% модель Samsung M104 Есть небольшие отличия в виде выступов или рожки Это не беда, разберемся, все по порядку, погнали! Привет! Если ты впервые на моем канале, тебе помогло и понравилось видео Не стесняйся, подписывайся, жми палец вверх, жми колокольчик И тогда ты будешь первым видеть все новые выпуски Потому что впереди у нас много нового и много интересного Разборку начинаем со снятием боковых крышек Крышки заклепаны или крепятся на клепках Клепки можно срезать либо канцелярским ножом, либо, как в нашем случае, тонкой шлицевой отверткой Аккуратненько подлезть и отклепать Вот таким образом С одной стороны и несколько клепок с другой стороны Ну и в конце видео, естественно, посмотрим, как сажается все обратно Большая просьба, при сборке не применяйте суперклей Снимаем боковую крышку с контактной группой Откладываем в стороночку И снимаем вторую боковую крышечку с чипом Вот он и чипик Вот таким образом его можно заменить Именно из-за него вся беда Именно он блокирует работу картриджа Далее на верхней части картриджа Также еще две клепочки С одной стороны И с другой стороны Также шлицевой отверткой Отклепаем Теперь картридж можно половинить Заправка в домашних условиях Как вы видите, дело грязное Поэтому, кто не уверен в своих силах Несите картридж сервис Ребята, с удовольствием вам его заправим Переходим к чистке Все тщательно вычищаем Всю отработку Отработанный тонер Естественно, мы все это дело разберем И почистим Первым делом снимаем зарядный ролик На заряднике с двух сторон Зеленые и белые бушинги Какую функцию они выполняют Я, честно говоря, не знаю Откручиваем два винта Снимаем ракель Еще раз тщательно чистим всю отработку Также можно почистить ракель Ну и, собственно, чистка этой части окончена Можно собирать обратно Чуть дальше мы сравним И ракеля, и зарядники С Samsung 104 картриджем Для заправщиков Кто еще не щупал, не видел этот картридж Ставим ракель на место Закручиваем два винта Зарядный ролик Можно почистить спиртом Ставим на место бушинги Кстати, кто знает, какую функцию Какую роль выполняют эти бушинги Пожалуйста, напишите в комментариях Ставим зарядный ролик в посадочные места Советую работать в перчатках И, как в этом случае, не лапать зарядный ролик Заправщик у нас с большим опытом работы И ладошки у него уже не потеют Переходим ко второй половинке Снимаем фотобарабан Чистим его сухой чистой тряпочкой Либо салфеткой Все, что насыпано сверху Собираем пылесосом Естественно, пылесос не обычный домашний бытовой А специальный для сервисных центров Который улавливает и пыль, и мелкий тонер Заправлять мы картридж будем через вот эту пробку Увидим чуть дальше Пока продолжим вычищать вторую половинку Откручиваем два винта Снимаем дозирующие лезвия Дозирующие лезвия, или как называют его заправщики, дозирку Дозирку тоже необходимо почистить пылесосом И самое главное, чистится вот эта кромка, которая дозирует количество тонера Кто чем чистит? Можно зубочисткой, тот и той же шлицевой отверткой Но можно повредить кромку Либо зубочисткой, либо ногтем Кромочку почистили, бункер пропылесосили Устанавливаем дозирующие лезвия Обратно закручиваем два винта С разборкой, с чисткой закончили А теперь давайте сравним HP 106 справа И Samsung 104 слева Фотобарабан один в один Поэтому с фотиками проблем нет Дозирующие лезвия один в один Также 100% совпадение по заряднику Единственное отличие по внутренностям Чуть-чуть отличается ракель Вот это ракель HP Вот это ракель Samsung Samsung-овский ракель немножко длиннее Не совпадают посадочные места А также отверстия для винтов Посмотрим на HP Установим его в Samsung В принципе сидит нормально Но опять-таки не совпадение по отверстиям Давайте сравним два ракеля Не совпадают отверстия для посадочных мест и винтов Я думаю это не проблема Отрезать, просверлить, приколхозить Это мы всегда пожалуйста Продолжаем Устанавливаем чистый барабан на свое место И соединяем две половинки Аккуратно, но с небольшим усилием Придавливаем верхнюю часть к нижней Чтобы верхние две клепки сели на место Одеваем одну боковую крышку Со стороны шестеренок Сильно нажимаем, чтобы сошлись все клепки Повторюсь, не рекомендую использовать суперклей Лучше посадить на маленькие винтики Давайте посмотрим, как это делается Отрезаем канцелярским ножом одну клепку Сверлом на полтора или два миллиметра Сверлим отверстие Но прежде чем ставить боковую крышку Необходимо картридж заправить Для этого вынимаем пробку Той же шлицевой отверткой Вынимаем аккуратно Пробку не повреждаем Иначе будет сыпать тонер Кто что сыпит Кто чем заправляет Кормит самсунги У нас, например, это вот такой порошок Грамм 70-80 в него свободно входит Заправили Ставим пробку на место И теперь одеваем боковую крышку Место, где мы просверлили отверстием сверлышком Сажаем на мелкие винтики В любом сервисном центре или заправочном центре Таких винтов вам могут насыпать целый пакет Вот таким образом можно заменить все клепки Все красиво, аккуратно Шляпка винта не должна быть слишком большой Иначе будут трудности с установкой картриджа Давайте проверим нашу работу Проверять я буду на старом добром Самсунги ML1660 Пожалуйста, родной 104 картридж И HP106 Еще одно небольшое отличие Вот такие рожки или выступы наверху На Самсунге, как видите, их нет Эти выступы немножко мешают закрытию верхней крышки Но это не беда Полсантиметра вот здесь можно срезать Вот так вот эти рожки не дают закрытию крышки Поможем, придержим рукой И распечатаем дынку Проверочный Самсунг у нас, естественно, прошитый Поэтому чип на картридже нам совершенно не помеха Все супер Фона нет Никакой мазни нет Контраст, насыщенность хорошая Мне все нравится Вот такое получилось видео по заправке HP106 картриджа Все с нетерпением ждем поступлением прошивок, фиксов на аппараты Потому что с заправочкой мы уже разобрались Всем спасибо за внимание Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...